На мой взгляд, ЕГЭ и принятие этой системы, это было половинчатое решение. Система ЕГЭ существует во многих странах, в том числе и в тех странах, где образованию уделяется очень много внимания. Ну, в частности, Соединенные Штаты Америки. И там вся система образования построена на том, чтобы человеку за период получения первичного, так сказать, образования, у него появилась возможность понять, что его больше всего интересует и привлечает в этой жизни. Вся система образования Соединенных Штатов Америки направлена именно на то, чтобы человек за 6-8 лет уже более-менее сознательной жизни, будучи молодым человеком, смог понять, куда и к чему его больше тянет, к чему он предрасположен. И вот тогда, поняв свою генеральную линию, генеральное направление, для него ЕГЭ становится как бы вполне, ну, достаточным экзаменом для того, чтобы проявить максимум или минимум тех знаний, которые ему необходимы. Мы же в своей системе, оставив старую советскую, что нужно человека насытить информацией, не понять его как личность, не раскрыть его как личность, а насытить его информацией, приконопатель еще к этому ЕГЭ, который вместе с той советской системой никак не коррелируется. И поэтому отсюда, от системы ЕГЭ сегодня пользы никакой. Вред, я думаю, что ощутимый вред есть, потому что Россия быстро подсуетилась, и поскольку у нас деньги решают абсолютно все, трансформировала эту, в общем-то, уже опробированную систему ЕГЭ в других странах, трансформировала в свое собственное самобытное ЕГЭ, когда можно, будучи абсолютно неграмотным человеком, получить 100 баллов по всем экзаменационным, так сказать, вопросам. Поэтому я думаю, что ЕГЭ – это шаг вперед, который, возможно, заставит нас сделать последствии два шага назад. Продолжение следует...